В данном видео мы рассмотрим базовые мероприятия, которые следует проводить при дорожно-транспортных происшествиях, а также правила оказания первой помощи пострадавшим. Основные причины смерти в ДТП это травма несовместимая с жизнью в 20% случаев, задержка скорой помощи в 10% случаев и неправильно оказанная первая помощь или бездействия очевидцев в 70%. В дорожно-транспортных происшествиях огромную роль играет человеческий фактор. В нашем случае причина аварии явился именно он. Девушка, сидевшая на переднем пассажирском сидении, отвлекла водителя автомобиля, в результате чего водитель не справился с управлением и врезался в бетонные конструкции, находящиеся на обочине. Для свидетелей аварии, поспешившим на помощь, первым этапом является оценка обстановки, уверенность в собственной безопасности и безопасности пострадавших, иначе число жертв может возрасти. Автомобиль с бензиновым двигателем сгорает за 5-7 минут, есть вероятность взрыва, поэтому необходимо заглушить двигатель автомобиля. Если автомобиль врезался в столб с линиями электропередач, то возможен обрыв линии. Нужно быть осторожным. Водитель данного автомобиля был пристегнут и не получил никаких повреждений. Он включает аварийную световую сигнализацию и устанавливает знак аварийной остановки на расстоянии 15 метров от автомобиля. Проверяем наличие сознания у пострадавшей, аккуратно встряхиваем за плечи и спрашиваем, что с вами. Пострадавшая находится в сознании. Далее обращаемся к находящемуся рядом лицу с просьбой вызвать скорую помощь. Необходимо набрать 103 и сообщить следующие данные. Адрес вызова, причину вызова, назвать количество, пол и приблизительный возраст пострадавшего. Далее приступаем к оказанию помощи пострадавшему. Девушка жаловалась на острую боль в нижней челюсти. Мы установили перелом тела нижней челюсти. С помощью бинта приступаем к наложению повязки уздечка. Техника наложения. Первое. Усадить пациента лицом к себе. Первый тур закрепляющий наложить циркулярно вокруг головы через лобные затылочные бугры. Второе. Провести бинт косо по затылочной области на боковую поверхность шеи под ушной раковиной к подбородку и вертикально вверх на противоположной стороне лица спереди от противоположной ушной раковины. Третье. Сделать нужное количество вертикальных круговых ходов через тимину и подбородочной области спереди ушных раковин. Четвертое. Из-под подбородочной области вывести бинт на затылок, провести косо вверх, выйти на лоб. Пятое. Сделать циркулярные ходы вокруг головы через затылочные лобные бугры. Шестое. Зафиксировать конец бинта. Повязка наложена. Далее дожидаемся приезда скорой помощи. Спасибо за внимание!